Работал я в геймдеве, чуть-чуть в кинопродакшене, ну совсем чуть-чуть, и сейчас вообще занимаюсь несколько далеким от продакшена делом цифровым и скорее создаю вещи, которые можно пощупать, потрогать и продать за очень много денег. В ZBrush можно делать ювелирку, в общем-то, этим я и живу в последние пару лет. Ну это так, на душе, для вас скорее будет актуальным всякий продакшен, геймдев, ну или просто создавать какие-то картинки, которые всегда мечталось. Буду я рассказать об вот этом, значит, минут 40 где-то я буду вас развлекать здесь, бегая, рассказывая всякие истории, потом перерыв, кофе, покурить, проветрить мозги, может быть, убежать с лекции, потом еще минут 40 я сяду, открою, значит, ZBrush и буду там варить какую-нибудь байдар. Вот, давайте теперь об вас. Я хочу узнать только, ну буквально какие-то простые вещи, значит, если кто-то из вас хоть какое-нибудь отношение имеет к художеству, ну, вплоть до того, что, не знаю, морает бумагу, пытается нарисовать правый глаз, такой же, как левый. Поднимите руки. Крутяк. Так, теперь 3D-шники в зале. Есть 3D-шники? А теперь люди, которые вообще не понимают, что они здесь делают, как они пришли на... Да, я понял. Отлично. Значит, я постараюсь говорить по каждому пункту коротко, но иногда я увлекаюсь и ору. Значит, мне нужно говорить, например, кроме тиши, а второе, кроме закругляется, потому что болтать я могу долго. Ну что ж, поехали. Первая самая обычная история и как со всего этого... В общем, как они дошли до жизни такой. Значит так. В 99-ом году лохматом, да, это было 18 лет назад, на секундочку, была такая, значит, сходка анонимных CG-шников, но они там совсем упоротые. Называется Сиграф. И там в первый раз в жизни появилась, значит, технология, которую впоследствии знают как пиксоль. Как иногда не сложно догадаться, пиксологик, это вот аллюзия к пиксолю. Они там, два парня впервые представили эту технологию, все сказали круто-круто-круто. И парни пропали лет на так, ну не знаю, 8. Значит, они пытались дойти до первого релиза. Ого-го, это был первый релиз. Так, значит, выглядел первый изображ, но на самом деле мало что сильно поменялось. Они только разве что цвета так поменяли. Вот. Значит, теория о том, что они, в общем-то, представили и почему это сильно отличается от других ПТ-пакетов. Дальше я попробую на хлебе и колбасе об очень сложных вещах. В общем, что есть пиксоль. И что они вообще используют, почему их там так происходит. Значит, все традиционно знают 3D-графику как 3D. Ну, это X, Y и глубина Z. Ну, грубо говоря, там 3D-объект, вот у меня крутой 3D-стол есть. У него есть X, Y и Z глубина. 2D, для простых художников 2D, в общем-то. То есть обычный X и Y. Два дименжена. Эти ребята, по слухам, к ним спустились инопланетяне и нашептали им страшную вещь. А давайте глубину мы будем делать условно. Они такие, че? Они такие, ну, в общем, мы назовем это 2,5D. То есть у нас глубина как бы есть, но она нарисованная. Все-таки, ммм, круто! Давайте попробуем это выполнить. Ну, и в общем, они это выполнили. И мы имеем как бы изображ для, ну, можно сказать, таких моделей и несколько других моделей. Который потом ворвался в очень большой продакшн и стал, в общем-то, ну, я бы сказал, краеугольным камнем всего, что делают нынче в цифре. Как-то вот так. И так. Продолжение следует... Ну, тут на самом деле они могли коротко написать Мы поучаствовали во всех тайтлах, которые вы видели Это был продакшн кино И если вы когда-нибудь мечтаете работать в кино Вдруг у вас есть такая, значит, эротическая фантазия То... Художникам, естественно То придя в любую маломальскую контору Которая создает хоть какой-то цифровой контент для кино Вас спрашивают Зебраж умеете? И если вы говорите да Они говорят, парни, вы нам подходите Дальше Геймдев Не всегда Зебраж был в геймдеве Раньше был крайне хардкорный геймдев Где использовались Ну, в общем-то, такие Крайне простые модельки Такое ощущение, что взяли топором и их вырубали Но всех очень перло Потому что геймдев в голове И такой период длился недолго Где-то с 2008-2007 года Зебраж ворвался в геймдев И получилось как-то вот так Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Ну, в общем, как вы догадались Они могли бы просто написать Мы поучаствовали во всех известных вам тайтлах Дебраж То есть, если вы когда-нибудь мечтаете И у вас есть такая, значит, эротическая фантазия О том, что вы хотите работать в очень крутой студии В каких-нибудь там божественных Близзардах Ну, или хотите основать какую-нибудь студию имени себя самого И вы там будете, значит, создавать арт То вам придется учить Зебраж Есть еще странное такое направление в Зебраже Которое, ну, мало почему-то в нем кто знает Но оно есть, оно используется И, в общем-то, изменило целую огромную индустрию Это юрилерка Там видевка не будет Буквально пару слов Раньше все думали, что, значит, если ты цифровой художник То твои работы никогда не воплотятся в жизнь Ты никогда их не увидишь там помацать, потрогать Потом, правда, появились 3D-принтеры И все резко изменилось Теперь ты можешь распечатать своего любимого какого-нибудь солдатика Ну, или, значит, сделать вполне себе золотое с бриллиантами украшение Последствам Зебража Так, значит, страшное слово «файплайн» Это производственный процесс То, как нынче вообще все делают графоний И какой бы ни был приплайн студии Как бы они этот графоний не делали Там будет обязательный большой этап Где будет использоваться Зебраж Студии, как бы, пытались как-то жить без него какое-то время И некоторые другие студии создавали, значит, убийц Зебража То есть его прямые конкуренты Ну, может быть, не очень прямые Но что-то у них не пошло Оно все было крайне кондовое, тяжелое, неповоротливое, неудобное В общем-то, все от этого отказались И, ну, насколько мне известно Ни одна из крупных студентов, которые занимаются Не используют его конкурентов Хотя они были Был скульптрис Который потом купил Pixologic И парень, который, в общем-то, изобрел скульптрис У них работал лет 10 Бесплатная сортинка Где можно покрутить, полепить И, не знаю, сбросить стресс Ни на что больше она не способна Есть, значит, автодеск Автора Макса, Май и все, что они смогли купить Ну, там всякие XSI И там их мертворазвенные проекты Они когда-то создали коробку грязи Модбокс Как убийцу Зебража Ну, в общем-то, тоже не пошло Потому что пользователи Майки и Макса Еще как-то терпели то, что происходит у них Но художники не такие терпеливые Они кидаются клавиатурами Разбивают мониторы И вообще, в общем, не любят Жутко тормозять часов Поэтому Манбокс не взлетел И есть 3D-код Уникальная софта Хотя бы потому, что ее придумал парень из Zinitze Крутой парень В одну каску сделал, в общем-то, полноценный 3D-софт И очень многие им пользуются И там есть вполне себе Изабельная функция Которая могла бы частично заменить Зебраж Но что-то не пошло Был уже Зебраж Зачем мы находим какие-то более простые решения Хотя 3D-код отлично используется для наложения текстур И, в общем-то, программа решет Так Это версия Зебража 3.5, кажется И, кажется, это 2009 год Пацаны из очень крутой конторы Ит-3D Тогда выпустили ультимативный курс Как создать персонажа для игр Ну, может быть, за пару дней Ну, может быть, за неделю более И получить, в общем-то, персонажа на тот период ААА-класса ААА-класса То есть, наиболее, ну, скажем, крутого То, что используют PS4, Xbox, Wii Ну, в общем, взрослые пацаны Ну, и пока бояре как-то пытаются к этому присоединиться Да, это старенькая его версия И, в общем-то, на секундочку 2009 год Потом наступил 2010 И Зебраж умел делать вот так И это без использования стандартного 3D-моделирования традиционного Как все привыкли, там, играть в ярдексы Создавать какие-то коробки Он умел делать, ну, вот так Я не знаю Парень это делал, ну, в общем, сложности часов 12, наверное, рабочего времени Но парень, нижняя рука стоит Так он мог делать в 2011 году Ну, девочку, я думаю, знаете все Ну, по крайней мере, видели Ну, в общем, да Это не сфотографированная, не нарисованная девочка Это Какие-то инопланетные жители решили ее, в общем, воплотить Пруф Этапы сознания Эх Ой Еще одна девочка Это, кажется, 11-й год Это, на секундочку, 6 лет назад В общем, живая девочка, которую просто нарисовали Сейчас 17-й И то, что делают там люди, это просто страх и ужас Но об этом дальше В общем, для тех, кто вообще не в курсе И никогда не открывал эту страшную софтину Что там происходит внутри В общем, там нет привычного 3D-моделирования как такового То есть, если вы вообще не технар И от понятия вертексы, полигоны, гизмы И у вас начинается синий экран смерти в глазах И вы уже готовы убить собеседника То в ZBrush при открытии вам дается просто кусок пластилина Как в детстве Ну, я думаю, тут маленьких детей нет совсем Которых только цифровое детство У всех у нас была коробка пластилина Которую мы потом смешивали с цветами Получалось огромный кусок такой грязно-синей штуки В общем, здесь то же самое происходит только на экране Вам не надо тягать части геометрии по одной маленькой точечке Вам дали кусок, его взяли, сказали О, круто! И начинаете лепить своих породцев Ну, правда, у ZBrush есть одна маленькая особенность Слухи гласят, что, в общем, есть два таких огромных Ну, наверное, не огромных Один большой лагерь, второй поменьше Две группы людей Которыми происходит, в общем, необъяснимое Они когда открывают первый раз софту Смотрят на нее И у них две реакции Первая реакция О, как круто! И начинают там что-то делать Возвукать кистями В общем, лепить своих там лошадок Первые страшные лица И, в общем, делать какие-то действия И вторые, которые открывают Говорят, а-а-а! Закрывают У них дико кружится голова от навигации Значит, они пытаются открыть это еще раз, они абсолютно не понимают, что происходит, они дергают какие-то кнопки, это вызывает у них снова дикие приступы ненависти головокружения и не срывают. И открывают это, ну, может быть, через несколько лет. Первое. Начали поговаривать, что есть люди, у которых есть ген-инопланетянина, который может открыть этот инопланетный интерфейс, понять, что происходит сразу и уже что-то в нем делать. И есть люди, абсолютно к этому не способны. Это, ну, такое маленькое, ну, приятное дополнение к работе с ZBrush. Второе, с чем сталкиваются все, кто когда-нибудь вообще слышали о цифровой скульптуре и вообще, что там можно делать, это простой вопрос. А если я не художник? Если вот, ну, вообще не имею понимания, там, о классической скульптуре, о пропорциях тела и вообще это страх и ужас. Ну, раз я пытался в детстве рисовать палка-палка огуречек, ну, получилось то, что получилось. В общем-то, хорошо, если вы это знаете. Вообще, любое знание это хорошо, но это не обязательно. То есть, вам не надо уметь рисовать вообще, ну, вот никак. По нескольким причинам. Первая причина, это чаще всего задачи, которые ставятся перед, так называемыми, цифровыми художниками. По большому счету, к длительному рисованию не имеет никакого отношения. Это просто решение какой-нибудь конкретной задачи. Там, создать человечка, создать собачку, создать робота, создать оружие, создать какое-нибудь окружение. И это можно сделать жульничек. Ну, правда, это так не называется. Это называется использовать время с пользой. Ну, или кит-башинг, в народе. Что такое кит-башинг? Кит-это набор чего-нибудь. Баш, ну, грубо говоря, применить, положить. То есть, вы берете уже готовые модели, которых миллионы, миллиарды наплодились за время вообще существования как такового 3D-искусства. И берете, значит, свою работу, чужую работу, смешиваете это. Шедевр готов. И, значит, третье самое страшное почему-то, что останавливало людей от работы в этой космической софтине, это вопрос, а нужен ли планшет. Ну, планшет не такой, как вы там свиней в птиц запускаете. А, в общем, графический планшет. Ну, слухи говорят, что есть графические планшеты, кроме фирмы Wacom. Ну, это слухи не верьте им. Нет планшетов, кроме Wacom. Оно просто нет. И можно ли там работать мышкой? На самом-то деле, не слухи. Вполне себе есть джедаи, которые делают все мышкой. Ну, привыкли они там. Ну, удобно им так. И, в общем-то, ну, наверное, я месяца два, как только открыл первый раз ZBrush, я работал мышкой. У меня не было планшета, я вообще не понимал, зачем это нужно и вообще как-то работает. Если вы никогда не держали в руках графический планшет, вы не понимаете, какой это кайф. Ну, это кайф. Работать надо с кайфом. Поэтому, когда вы там откроете и решите, что да, это ваше, и вы готовы на это потратить целую, ну, я не знаю, тысячу гривен на планшет, то вы спокойно его можете купить. Пристом, вы можете купить любой абсолютно бэушный планшет Wacom и на нем работать до конца своих дней. И передать его еще потом правым кому-то. Потому что они не ломаются. Ну, никак. Ну, я не знаю, может быть, об коленку, но это вот с трудом я пробовал. Вот. Так. Что у нас дальше? У нас полигоны, скульптинг, развертки, прочие матюки. И, значит, ну, как я и обещал, я минут сорок болтаю вас развлекаю, потом сажусь за программу, открываю ее, и дальше либо вы смотрите, либо вы страдаете от головокружения, от того, что там происходит. Ну, а сейчас просто предлагаю пойти покурить, попить чаю, кофе и, в общем-то, немножечко отдохнуть от моей болтовни. У нас тайм-аут, давайте, ну, 5-10 минут сделаем перерывчика, и потом я еще минут сорок буду болтать. Я запускаю великого и ужасного, и буду рассказывать о каких-то, значит, основных штуках в любом 3D-пакете, что он умеет, что он не умеет, и как он это делает. Буду коротко о каждом пункте, потому что это лекция длиной в жизнь будет. Поехали! Так, Си-Е-Зи-Брош. Он для тех, кто никогда его не видел, выглядит крайне странным. Для тех, кто его видит периодически, он все равно выглядит странным, но это лечится. В общем, он не совсем похож на традиционные пакеты, потому что здесь всякие выпадающие откуда-то меню зачем-то. Куча кастомизации, странные рульки, есть всякие дурацкие юзер-интерфейсы. Иногда не очень дурацкие, иногда очень полезные. Поэтому, если вам что-то не нравится, вы просто из этого интерфейса убираете, и потом долго ищите, куда вы это убрали. Но чаще всего из всего вот этого вот огромного количества кнопок люди пользуются, ну, наверное, десятка. Итак, первую, в общем-то, претензию, которую предъявляет Си-Брошу, говорят, что это кусок непонятной, в общем-то, цифровой глины, которая не работает традиционным методом для традиционных 3D-шников, то есть с полигонами. Кто-то нашептал эту страшную идею разработчикам Си-Брошу, они сказали, что поправим. И, в общем-то, поправили. Они прикрутили туда такую, это не баг, это фича, в общем, которая называется Z-Modeller. И это чудесное решение, значит, заставило Z-Brush работать с привычными для всех, кто когда-либо работал с пакетами, ребрами, полигончиками, вертексами, если вам очень хочется. Ну, если вам очень хочется. А так, как обычно, решение это, ну, мягко выражаясь, странное. И какое-то время вам будет тяжело. В привычном смысле этого слова. Но кто же работает с Z-Brush на 14-ти тополигонах? Да никто. Все используют его как традиционную цифровую глину, приблизительно таким вот образом. Берется, значит, кусок глины, берется какая-нибудь чудесная кисточка, какая вам нравится, любая, в общем-то, в кусте. И вы начинаете возюкать. Вы начинаете возюкать и делать там, ну, не знаю, там, своего первого уроза. Я думаю, это делали все. Чистый путь художника. Ничего особо не нужно делать для тех, кто имеет хоть какое-нибудь отдаленное отношение к классическому художеству, ну, или не отдаленное отношение, и, о боже, к классической скульптуре. Когда он открывает палитру того, чем вообще работает Z-Brush, это, в общем-то, ну, brush-кисть с английского, если кто не любит английский, то он увидит множество инструментов, которые знакомы ему по абсолютно вот классической скульптуре. Потому что над этой чудесной софтой работали не упоротые бородатые дядьки математики, а работали очень крутые художники, очень крутые. Изначально софт делался как художниками для художников, но потом они слегка сбросили, в общем-то, градус экшена и сделали более-менее для нормальных людей. Уберем нашу уроза. Второе претензия к Z-Brush, что в Z-Brush можно делать только аморфные абстрактные формы. Ложь и провокация. Сие чудо сделано, в общем-то, в Z-Brush с нуля, никаких болванок, ничего подобного. Сел, сел, парень сделал. Так, следующее. Что должен уметь стандартный вообще любой софт, это делать так называемую текстурную развертку. Или UV-маппинг, если говорить ругательными словами. Z-Brush это не просто делает, он это делает с таким издевательством над остальными 3D-пакетами. Он делает это в одну кнопку. То есть приблизительно так. Приходит к вам, значит, не знаю, носорог. Приходит к вам такой носорог. И вам говорят, ребята, нам бы быстренько развернуть носорога. Мы не хотим долго с этим возиться, нам надо что-то, пусть очень неровное, ну или не очень неровное, но быстро. Говорите, окей, ребята. Мы открываем какую-то палитру, нажимаем кнопку развернуть. Он некоторое время думает, ну потому что он разворачивает 13 тысяч точек, это где-то 26 тысяч полигонов. Он говорит, я это закончил за 8 секунд, я молодец. Вот так выглядит моя развертка. Выглядит она, конечно, стрёмно. Для тех, кто любит ровненькие развертки. Но! Я понял. Сейчас, сейчас я отвечу на этот вопрос. Закончу про развертки, расскажу про полигоны. Ну и, наверное, даже чуть-чуть теопик соля. Ну, в общем, для 8-секундной развертки выглядит она просто божественно. На самом-то деле. Потому что это быстрое решение. Теперь, что такое полигон. В 3D всё изображение, ну как в жизни, наверное, состоит из клеток. Клеток вот таких, вот самых натуральных клеток. Вот одна клетка, это и есть полигон. В общем-то, точечки, которые тут вставлены, называются вертексы. Ну и, соответственно, рисочки. Это рёбра, они же Эйджи. Так. За развертки сказал. Теперь поговорим, может ли он делать... Ну, в развертках, развертки обычно это маловато для модели. Все хотят, ну, в общем-то, иметь не просто какого-то серенького носорога. В данном случае странного серенького цвета, ну ладно. А какого-нибудь красивенького цвета, нарисованного. Я не уверен, что я найду вам нарисованного мужика. Я пытался его найти в 6-й ревизии, но... Не получилось. Эх, даже его спрятали. Сейчас. Мужик. Мужик. Ладно, пусть будет. Зайдский. У меня есть какая-то стрёмная штука. Да. То есть, если вы хотите цветастую модельку, то, в общем-то, можно его прямо в зебраши покрасить. И некоторые джедаи, которые любят всё делать в одной программе и не любят ещё кучу, миллион всяких разных настроек, очень показывают на хорошем уровне, что это делать не просто можно, но нужно и на хорошем уровне. Потому что здесь можно снять все необходимые вам карты. Дальше, для тех, кто не в курсе, я буду жутко ругаться, в общем-то, можете закрыть уши. Здесь можно снять Normal Map, Ambient Occlusion, Запечь и Запечь Диффуз. Сейчас попытаюсь перевести на русский для тех, кто в курсе. В общем, да, можно вытащить отсюда не только геометрию, но ещё и цвет этой геометрии. И не лезть ни в какие другие там богомерзкие фотошопы, Substance и прочие программы, хорошие программы для текстурирования. И получить сразу готовую модельку, для чего вам там надо. Так, сейчас я подсмотрю, что я ещё хотел. Ага, о боже мой, рендер. Так, да, как и любой другой большой 3D пакет, ZBrush умеет свои модельки визуализировать. Ну, как и любой другой большой 3D пакет. Он это делает, ну, скажем, посредственно. Ну, так же делают 3D Max и Maya своими базовыми рендерами. Так что требовать какого-то запредельного решения касательно визуализации от 3D пакета сложно. Все, кто работает много, долго и часто, в зависимости от задач, используют пакеты для визуализации свои. Но если вам лень и вам надо быстрая какая-то картинка, вы можете нажать одну кнопку, получить условно корректный рендер и дальше уже что-то с ним делать. Так, об этом сказал, об этом сказал. Ну, есть ещё крайне много всяких фишечек, которые облегчают и вообще меняют жизнь в процессе работы вообще 3D моделирования в нём, внутри. Но в них когда-нибудь в другой раз. Итак, чего он не может? ZBrush пакет неполного цикла, то есть в отличие от стандартных пакетов, ну, типа Max, Maya, XSI, Houdini, любого другого. Cinema 4D, да, он не умеет делать анимацию, то есть анимировать в ZBrush нельзя. Ну, тут есть какая-то такая, типа, показать всем, как круто происходит. Сейчас покажу. Почему-то людей впечатляет, не знаю почему. Нет. Есть такая дурацкая штука. Вот такая. Ну, то есть, если вы там намоделили огромное количество всяких деталек и хотите это кому-то показать, то он может сделать перед неискушённой публикой, в общем, вот такой финт душами. Но это не анимация, разумеется. То есть, анимировать традиционным аниматорским способом ZBrush не умеет, не хочет и, надеюсь, никогда не будет, потому что это будет очередное космическое решение. Он не умеет делать симуляции. То есть, разрушать какие-то домики, поджигать ваших начальников или ещё что-нибудь, он, к сожалению, симулировать не сможет. То есть, только ручками мять, вытягивать, ломать, да. Но симуляцию вы в нём не получите. Ну, и, естественно, он не работает несколькими системами частиц. То есть, делать крутой VFX взрывов или там какой-то золотой пыли от Fee Wings он не сможет. Ну, в общем-то, у него такая задача не стоит. Для этого есть другие крутые решения. Так, далее. Да, есть у него такая забавная, вполне себе задокументированная функция. Появилась совсем недавно и многие её используют. Как-то я упоминал 3D принтер. Я думаю, все уже знают за эту чудную технологию. Все видели там какие-нибудь результаты этого принтинга. И всем бы хотим иметь хотя бы какую-нибудь возможность свою любимую модельку отпечатать. В общем-то, отпечатать сейчас её можно из-за не очень больших денег. Масса контор, которые предоставляют эти услуги, есть даже в сумах. Даже в сумах. Но ребята на входе говорят вам модель дайте. И вы такие, ну окей. И эта ситуация происходит по всему миру. Пиксологики вкрутили в ZBrush функцию подготовки модели для 3D принтеров. И вообще для любой обработки физически корректной, то есть это не какой-то абстрактный конь в вакууме получается, а софта, которая умеет мерить миллиметры, сантиметры, дюймы, если вам нужно, и создавать физически корректные объекты, которые вы можете потом взять и превратить вполне себе то, что можно пощупать из металла, дерева, пластика, чего захотите. В общем, если не удача, такая забавная функция, которую мало кто знает, но она есть. Так, вернусь к своей презентации, немного расскажу о подходах к моделированию и, наверное, быстренько пробегусь по фишкам. Значит, о продакшене. Как ZBrush используется в продакшене, чего угодно, в зависимости от ваших задач. Весь продакшен, что бы это ни было, это может быть кино, игры, не знаю, просто какие-то цифровые картины, всегда выглядел и, наверное, будет выглядеть еще абсолютно одинаково. Есть два фундаментальных подхода. Первый. Вы берете цилиндр, ну или не цилиндр, а традиционно почему-то берут кубы, и начинаете из него вытягивать ручки, ножки, голову, в общем, что-то вытягивать. Ну, я не знаю, что-то, наверное, да, шутка за 300. Вот такое. Вот. Потом вы, то, что вы навытягивали, вы, значится, помещаете сюда и дальше доводите до ума. Просто доводите до ума. Вы накидываете туда детализации. Это можно делать бесконечно. Это крайне медитативное занятие, когда из вашего, значит, очень простого обрубка получается что-то космическое. Вы знаете, как у художников, как нарисовать сову. Вы рисуете овал, а потом дорисовываете детали. Второй подход. Вы, значится, сразу, не делая никаких упрощенных моделей, берете, не знаю, харик и хардкорите. Вы просто врываетесь, быстро-быстро накидываете сразу детализацию. У вас огромная детализация. Миллионы полигонов, которые никогда не поднимет ни одна традиционная софта. Потом вас отпускает. Вы такие, все, я закончил. Акт творчества прекратился. И после этого вы уже начинаете делать ровненькую сеточку. Приводить вообще модель к хоть какому-то понимательному для других программ виду. Ну, в зависимости от того, что у вас стоит как задача. Потому что если вы там пилите игру на Unity или ваша контора это пилит, то к вам придут программисты с молотками и скажут, нам нужна простая модель, очень оптимизированная. Поэтому никаких миллионов полигонов. У вас их будет 300. И вы там должны сделать все, что вам хочется. Только в этих пределах. И вы такие, окей. Ну и приводите всю эту красоту в требуемую от программистов или от движка виду. В продакшене, который для кино там чуть-чуть все по-другому, но вас там тоже заставят делать ровную сеточку. Ну и приводить, в общем-то, модель в понимаемый для остальных программ вид, потому что, как я уже сказал, зебраж не умеет анимировать. Поэтому вам в любом случае то, что вы здесь наделали, на скульптили, нужно будет потом взять и отдать нормальным людям. Это вот этим бородатым дядькам, которые упорываются по математике и пытаются, в общем-то, дохнуть в это всю жизнь. Так, что-то у меня было еще хорошего. Нет, до этого еще рано. Ага. Ну пусть будет. Значит-то, зебраж для художников решил некоторые проблемы, которые, они были всегда. То есть, все производство 3D-моделей, оно сопряжено с болью. Значит, первая боль – это время, когда вы делаете то, что вы делаете. Раньше все вот эти вот, каждые детальки… Сейчас я возьму какую-нибудь детальку. Не знаю, вот эту. Ех. Эту маленькую детальку вымоделивали. Так, сейчас у нас прекратилась запись. Меня просили что-то с этим сделать. Запись тут. Ага. Мы ничего покупать не будем. Все. Пошла. Вот. Вам приходилось все это вымоделивать. Вымоделивали вы, вымоделивали, и хорошо, если вам нужно было потом в результате получить вот это. А если это было все, скажем, не квадратной формы, а имело вид органики, то у вас начиналась боль. Потому что очень тяжело описать человека квадратами. Он получается квадратный. И приходилось либо этих квадратиков добавлять все больше, больше, больше и больше. Но тогда вас ограничивали физические возможности софты происходящего. Взебреши это решили сделать очень просто. Сейчас попробую показать на… Ну, я не знаю, в сфере. Это та боль, которая… Ну, маленькая история о том, как вообще художники это используют. Вот приходит, допустим, к художнику, задача, говорят, парень, а сделай нам быстро, ну, быстро, за часик, не знаю, мертвое дерево. Если бы парню нужно было это моделить в каком-нибудь традиционном 3D-пакете, он бы ныл. Он бы не довидел парней, потому что это приходилось бы брать цилиндр, вытягивать, вытягивать, вытягивать. Еще приделать к нему один цилиндр, вытягивать, и оно бы, в общем, было совершенно не артовое, некрасивое. Взебреши происходит приблизительно то же самое. Вы, значит, такие, вам сказали сделать дерево, вы такие, окей, я вам сейчас сделаю дерево. Ну, дерево полностью делать не буду, вы начинаете тянуть, значит, ваш примитив куда-то там, в попытке сделать дерево, и получаете вот такую вот ерунду. В общем-то, ни один 3D-пакет с этой ерундой бороться не умеет. Он говорит, ну, переделывай сетку, пацан, все, других вариантов нет. Взебреши говорят, правда, да нет, есть, такой достаточно незамысловатый. Мы нажимаем одну кнопочку, он чуть-чуть думает, и делает нам вот такую сетку. И вы спокойно, без нервов, продолжаете делать ваше дерево, которое вам нравится. Периодически нажимая на кнопку, он думает, и вы продолжаете тянуть, что вам надо. Не думая ни о сетке, ни о происходящем, ни о задаче. Просто тянете эти ветки, куда вам надо. Получаете всегда равномерную сетку, и вообще не паритесь о геометрии, вообще не паритесь о таком понятии, как геометрия. У вас всегда какая-то вот такая ровная сеточка. Ну, ровно пишет понятие относительное. И тут к вам приходят люди и говорят, не, ну ты, конечно, тут натянул нам всякого, но нам бы хотелось это потом положить в движок, в какой-нибудь там Unity Unreal, и чтобы движок нам не сказал, знаешь, парень, иди куда-нибудь с такой сеткой. В общем, не надо так. Сам процесс называется ретопология изменения сетки. Ну, топология понятия сетки, ретопология изменения. Взебраша это делается другой кнопкой. Вы берете кнопку, говорите, мне там надо столько-то полигончиков. Нажимаете эту кнопку. Он какое-то время думает. Думает он обычно недолго, у него есть два состояния думания. Либо я думаю недолго, либо я сразу закрываюсь. Сейчас закрывается. Нет, в данном случае вряд ли. И он вам делает идеальную квадровую сетку. Квадровую, квадратную. Которую вы потом куда захотите, туда и засунете. Вам не надо париться о страшном слове геометрия. Да, такую страшную штуку он тоже умеет. Еще он умеет миллион всяких дурацких и не очень решений для облегчения жизни моделера или художника. Это, например, такую. В общем, да, раньше ZBrush не использовали как 3D пакет. Его использовали художники для тех, у кого проблемы с перспективой. Ну, там, ладно, нарисовать один глаз, похожий на второй, это можно всегда зеркалить. А вот перспектива, это такая штука, которая, в общем, художников наказывает многих. Для этого они делали очень просто. Они делали рисунок, потом, грубо говоря, проджектили на него 3D модель. И у них внезапно, если бы они рисовали вот эти все положения этого несчастного носорога, они бы все этот процесс рисования занял бы, ну, я не знаю, ну, день, два, три и, соответственно, там, 2 километра нервных клеток. В ZBrush это можно было сделать просто спроецировав геометрию, потом можно взять вот эту вот носорожку, выгрузить в Photoshop, обрисовать, как вам нравится, иллюстрация готова. Об этом дальше. В общем, так мы плавно перешли о том, как сейчас выглядят работы в ZBrush, и почему художники и арт, это стало не для избранных, а для тех, кому просто не лень. В общем, мало кто сейчас создает контент, ну, прямо очень-очень оригинальный. То есть, с количеством намоделенного на данный момент, с количеством огромным, ну, просто миллионы, не знаю, миллиарды готово, мало кто будет все вот это вытягивать, это время. Самое ценное, за что платят в компаниях и вообще самое ценное в жизни, наверное, это время. И время всегда деньги. Поэтому, если у вас перед вами стоит задача, и вы знаете, что вы будете делать эту задачу месяц, то эта задача должна стоить вашу месячную зарплату. А если она не стоит вашу месячную зарплату, то, наверное, стоит как-то подумать, как эту задачу решить намного-намного быстрее. Так используется хитвашинг. В общем-то, это тема про жульничество и вообще всякие триксы от крутых пацанов. В общем, крутые пацаны признаны, художники, которые работают над мировыми тайтлами. Не знаю, у меня есть бугеров. Сейчас перейдем к этому интересному пацану. Я бы мог показать очень много интересных пацанов, но я взял только наших соотечественников. Ну, в некотором смысле. То есть, русскоязычных ребят, которые сейчас, в общем-то, работают в очень больших студиях. Над очень большими проектами, и они являются ведущими художниками. Это призрак в доспехах. Кому это что-то говорит? Крутяк. Для тех, кому он не говорит, да, это из последних фантастических фильмов. Он культовый, сделанный по культовой манге. Виталий Булгаров был у них лид художником. Он создавал эту девочку, костюмы, ну и прочее, 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 что там использовалось. Там огромное количество всего использовалось. Так вот. Великий ужасный Булгаров. Это все Zebra Shies Society. Кси в народе. Он, вот этот весь ужас, вот этот весь ужас, он не моделит с нуля. Он не делает этого. Если бы ему сказали вот эту девочку сделать с нуля вообще, он бы ее делал, я не знаю, вместо четыре. Даже с учетом того, что у мальчика там компьютер, который больше напоминает космическую станцию. Ну, что-то там 10 карт, 1080, TI, ну, в общем, страсти, мордасти. Он это делал посредством такой незамысловатой штуки. Сейчас я, наверное, найду эту штуку или хотя бы работы. Да, вот есть работа, которая сделана с помощью этой штуки. Вот эти все деталюшечки, которые здесь есть, у него уже готовы. То есть он их не вытягивает. Он по тихой грусти от чай, кофе, печеньки, значит, намоделил их когда-то маленькими частями. А потом просто использует в каждом проекте. У него их там штук, я не знаю, 160, наверное, паков. Несколько можно вполне сходить себе в сеть и скачать, как китбаш Виталия Булгарова, и делать подобные работы. Да, где-то он у меня... Нет, наверное, он не выложил здесь китбаш. Весь. Ну, в общем, будут роботы вот в таком стиле. И выглядеть это будет приблизительно так. А, запись. Да, сейчас только я ее найду. Угу. Да, нет, нет. Пошла. Вам хочется прикрепить, не знаю, на носорожку пулемет. Если вымоделивать этот пулемет, ну, несколько времени займет, в общем-то. Вы берете кисточку, смотрите, что хорошего в этой кисточке есть. Ну, тут есть готовый пулемет. Отлично. И вы вешаете на носорожку пулемет. Ну, как-то его придвигаете к носорожке. И у вас носорожка с пулеметом. При желании носорожку можно обвешать доспехами, приделать ему турбины. И все это займет у вас несколько часов времени. Вот таким вот оригинальным способом. Потом нажать кнопку, которая бы прикрепляла все это к носорожке. Я ее нажимал уже. Вот эту. О, разрешение. Подтянуть. Да, оно как-то там прикрепится. Каким-нибудь занимательным способом. И вы это отдадите как готовую модельку уже куда захотите. То есть, вымоделивать все это, ну, не надо. Если вас не просили, если вам не упала задача, вот сделать конкретно как нарисовано, у вас полная свобода творчества. Это подход художника. Значится из больших и интересных ребят. Кто это у нас? Гаврилов Климов. Это второй художник, тоже наш пацан, который, в общем-то, достаточно давно и успешно работает. У него подход попроще в чем-то. Это тоже призрак в доспехах. Почему-то его тут очень много. Девки сиськами в золото. Вот все, что вы видите на экране, на самом деле, выглядело в моделях намного проще. Естественно, ничего он не рисовал руками. Если предыдущий парень активно моделит всякие деталюшечки, ну, любит он это дело, то этот не любит. Это не мешает ему быть крутым, потому что он любит фотошоп. Рисовать он тоже не любит. И, как он говорит, сам он и не умеет. Он умеет моделить. То есть он моделит какую-нибудь простенькую тетеньку. Вот такую. Делает ей очень простенькое такое окружение. Серенькое. Потом берет эту чудесную картиночку, засовывает в фотошоп и начинает раскрашивать. Как в детстве. Книжка-раскрашка. Получается вот такое. Он говорит, ребят, я нарисовал арт для продакшена, мы снимаем известнейший фильм года. Все говорят, да, круто, то, что нам надо. И вот так делается современный цифровой арт. Ну, скажем так, это один из подходов, как делается современный цифровой арт. Есть, конечно, правильные ребята, которые используют привычные всем кисти, краски, не всегда цифровые. Есть всякие извращенцы, которые используют виртуальную реальность для создания каких-то рисунков. Такие тоже есть. Но всегда становится один вопрос. Как быстро вы делаете контент? То есть всегда у вас есть какой-то дедлайн, который недобро смотрит на вас, говорит, что, ребята, там помимо арта есть еще код, есть еще постобработка, есть еще попытка побороть все баги, которые мы породим в результате. Поэтому давайте-ка вы сделайте это быстро. Ни у кого нет сейчас, ну, прям десятилетий на разработку. Да и годов нет, и все мы нетерпеливые, все мы хотим быстрый результат, и особенно если этот результат не связан напрямую с творчеством, то есть если вы делаете не для себя так, чтобы срубить баблишко по-быстрому, то скорость решает. И это как раз способ быстрых решений. И третий мужик, о котором я хотел сегодня сказать, это украинский парень, Алексей Кашперский. Вот такие вот картинки он делает. Так, чтобы было понятно, это не просто он закинулся ЛСД, значит, гостевой марочкой, и его прет. Это медицинская визуализация. То есть все... Да, дальше будет не очень красиво, я вам никаких вещей не покажу, иначе слабонервное. Все современные модные журналы, ну и серьезные журналы, там типа Science, Medicine, конференции, которые, где нужно показать красиво какой-нибудь вирус, вот это... вот это как раз вирус. Не помню, какой, возможно, спиды. Используют, в общем-то, его творение. И несмотря на то, что Алексей художник, он даже закончил художку, он, в общем-то, ничего не рисует. Он раскрашивает. Он берет эти модели, сделанные в зебраши, он работает только в зебраши, нигде больше, и прямо там их красит. Это, как говорят, призовая работа. Вот такой вот, ну, в общем-то, крутой арт он делает. Так, чтобы было понятно, насколько крутой арт парень делает. Он единственный в Украине, кто получил визу в Америку на постоянное место жительства. J1 называется, по-моему, виза. Это виза за выдающиеся достижения в какой-то области. Он, ну, ему работодатели сделали, представили его, как выдающегося парня в арте. То есть, этот парень делает, ну, супер круто. И американская визовая система сказала, да, парень делает круто. Вот справка. Это касательно то, как можно вообще, ну, куда можно дорасти с артом. То есть, это не всегда мечты о производстве фильмов. Это не всегда мечты о производстве игр. То есть, на определенном периоде вы, как, там, не знаю, ну, любой человек, у него есть какая-то творческая жилка. И вот вы считаете, что, да, ну, я не творческий, блин, мне там, Кодяку интересно писать. И на определенном периоде, вот, после, там, не знаю, 10 лет смотрения в Саблайм и писания Кодяки, вы говорите, все, к черту надоело, я выгорел, я хочу рисовать крутой арт. Вы можете это сделать. Софт учится, ну, любой софт учится, ну, не знаю, 4 недели. Это с нуля. Вот вы вообще никогда не открывали софт, вы садитесь и вы учите. Ну, практически любой 3D-софт до какого-то джуниорского уровня учится за эти 4 недели. Дальше легче. Это не касается нескольких там софтов, которые очень не упоминают. Вот. Если вы таки решите это сделать, то это ваш выход. Если вы решите, что, ну, я не хочу работать в продакшене, я не хочу работать в геймдеве, я хочу, не знаю, в медицине работать, пожалуйста, есть proof of concept, доказательство возможности, что это можно делать круто, это очень востребовано, это очень денежно, потому что, ну, как бы я не очень много знаю цифровых художников, которые ездят на... на Югуаре? На Мустанге. На Мустанге. Да, как бы, есть какие-то вот достижения, не только в плане художества, не только в плане того, что вам на какой-то выставке скажут, что вы крутой, или вас упомянут в каком-нибудь очередных там Мстителях 16, вы будете маленьким, ваше маленькое имя будет где-то в титрах, вы можете достигать не только творческих успехов, но и вполне себе очень даже денежных. То есть, по сути, это хорошо оплачиваемое хобби, за которое, ну, нормально платят. Потому что, ну, вот, я практически не знаю... Сейчас, секундочку. Где ты? Я не знаю, вот, ребят, которые, ну, выучились и бражда какого-то там, ну, средненького уровня, я не говорю за метров, сделали 5, 6, 8 работ приемлемых для индустрии, а это не очень высокий уровень. Сейчас при современном конвейере, который клепает фаст-проекты под ведроид, Android, там, iOS и прочие такие очень быстро развивающиеся платформы, все ребята имеют работу. тем, кому, ну, уже опытным художникам, кому надоело сидеть в офисе, они говорят все свободные, я пошел, приходят домой, там, не знаю, бухают с радостью или от огорчения того, что они ушли с любимой конторы. На следующий день они открывают для себя мир фриланса и много лет живут не напрягаясь, где количество финансовых возможностей ограничено только вашими амбициями, по сути. То есть, хотите заработать много бабла, вы будете, ну, там нет никаких гениальных решений, там придется работать. И много работать. Не хотите много денег, хотите какой-то приемлемый уровень, вы можете работать, ну, не знаю, 3-4 часа в день, делать проектики средней руки и как-то жить, ну, не знаю, ну, в Украине, в общем, можно нормально жить. С учетом курса доллара, потому что умные люди работают на границу и получают зарплату в доллар. Так. И самый главный вопрос, самый главный вопрос. Где софтой разжиться? Звураш платный. Это плохая новость. Мы живем в Украине. Это хорошая новость. Соответственно, любые платные решения мы знаем, где взять бесплатно. У тех, кто может заплыть в Персийский залив, там, говорят, жил ZBrush в любых количествах, в любых версиях и огромное количество всяких украшений к нему. То есть, туториалов, там, не знаю, версий, плагинов никаких он не требует. где научиться? Тому, чего я сегодня не рассказал, потому что это путь, который все-таки надо пройти, и я его точно не расскажу за полтора часа лекции. Значит, если вы не любите английский, ну, если вы, не знаю, там, в школе учили французский, или вы просто у вас, вам больно слушать технический английский и продираться через его обороты. Есть занятный персонаж по фамилии Еремчук. Он на хлебе и колбасе, на очень простых вещах объясняет весь зебраж. За, ну, я не знаю, за один, наверное, ну, то есть за 8 часов. А как за выгодник? Алексей, наверное, Еремчук. У меня там есть фамилия его. Это можно найти в Ютубе абсолютно бесплатно, без смс-регистраций. Он, правда, специфический парень, он там бухает, ну, в процессе того, что он рассказывает, но рассказывает он просто супер годно. Никакие ребята, те, кто пробовали после него, русскоязычные, ну, просто не попадали. Они не понимают, о чем они говорят, они, в общем, пытаются разговаривать, как с детьми, и у них ничего не получается. В общем, Еремчук красавчик, его стоит смотреть. Для тех же, кто любит английский язык, там, его хорошо знают или считают, что тутеры нужно смотреть только на английском, любой, вообще любой. Там нет must-have тутеров, там нравится вам Digital Tutors, вы идете в Digital Tutors, там нравится вам CMBFX, вы берете этих ребят, включаете и слушаете. Там, нравится вам Linda.com, у них есть ультимативные курсы на английском языке по ZBrush. Нравится, берите, делайте. Ничего нового, они вам там супер такого, что не расскажут на русском языке они вам не скажут абсолютно. Потому что, ну, как я уже сказал, софт учится пару-тройку недель. А потом, все, что вам нужно, это открыть и начинать возить кисточкой или мышкой по вашей цифровой клине и делать, в общем-то, крутые работы, которые потом будут получать, ну, надеемся получать аварды всякие на аркстейшене, ну, или вы просто будете получать из них деньги. В конце концов, именно поэтому мы и работаем. Все, на этом я выговорился. Всем спасибо и до свидания. До свидания.